Ко встрече Дня Победы готовятся в эти дни в каждой семье миллионы людей по всей России примут участие в марше Бессмертного полка, который объединяет города и поколения. Каждый год участников все больше. Кто-то только в этом году смог найти военные снимки своих близких в домашних архивах родственников из других городов. Кому-то помогли поисковики. На черно-белые портреты наклеивают георгиевские ленты. И за каждой такой фотографией личная история в летописи Великой Победы. Это мой герой Бессмертного полка. Мой родной дядя. Он был командиром отделения пулеметной роты в 96-й стрелковой дивизии. Герой войны, кавалер двух орденов славы. Это мой дедушка Попов Константин Трофимович. Он родился в городе Саратов. Был разведчиком в 154-м танковом полку. Он получил задание проникнуть на вражескую землю и раздобыть важную информацию. При артобстреле он ее раздобыл и уничтожил 9 солдат и офицеров. В моей руке медаль ордена моего прадедушки. Был танкистом. И он выиграл Вторую мировую войну. Ну а во многих школах сейчас появилась еще одна праздничная традиция. Письмо ветерану. Поздравления сложенные солдатским треугольником 9 мая вручат тем, кто прошел войну. Адресантами станут и участники Бессмертного полка. Адресантами станут и участники Бессмертного полка.